привет друзья вы на канале метание ножей и сегодня у нас очередной базовый урок из цикла школы метания сегодня мы подробно рассмотрим много оборотное или просто оборотное метание или как его еще иногда называют метание ножа в оборот оборотное метание еще иногда называют спортивным метанием в отличие от безоборотного или полуоборотного стиля метание ножа в оборот отличается исключительной точностью и силой входа ножа в мишень. Поэтому почти все спортсмены при наличии выбора стиля предпочитают метать нож в оборот. Но, конечно же, как и везде, у этого стиля метания есть и свои недостатки. Главным недостатком оборотного стиля является зависимость от дистанции. Метатель всегда должен знать расстояние до мишени и, исходя из этого, рассчитывать свой бросок. Теперь давайте подробно рассмотрим базовые хваты и механику полета ножа при метании в оборот. Понятие многооборотное метание подразумевает, что нож вращается в полете и делает какое-то количество целое или кратное оборотов в пространстве до полета до мишени. И, конечно же, нужно рассчитать точное количество оборотов для того, чтобы нож при подлете в стенд вошел в него клинком. Этого эффекта можно добиться за счет специального хвата. Обычно при многооборотном метании используют так называемый щипковый хват, когда нож берется за кончик либо рукояти, либо клинка. На следующем видео я подробно показываю, как нужно держать нож в многооборотном метании. В классическом спортивном хвате нож не берется глубоко. Обычно используются три пальца. Как уже было сказано, берем нож за кончик рукояти или клинка. Не пытайтесь сжать нож крепко, пальцы слегка расслаблены. Нож должен сидеть между пальцами достаточно свободно. Достаточно важным моментом в классическом спортивном метании является стойка. Несмотря на различия многих школ и стилей метания, в том числе и в оборот, и разных подходов, немножко разных стоек, я рекомендую освоить базовую классическую стойку, базовый классический замах и бросок. Сейчас мы подробно поговорим об этом. Посмотрите на видео. Стойка широкая и устойчивая. Разгон ножа идет в плоскости, перпендикулярной полу и мишени. При замахе нож не уходит за голову. Классический бросок подразумевает максимально глубокий замах и максимально длинный вынос руки. Запомните несколько простых, но очень важных моментов. Первое. Ставим ноги шире. Второе. Не уводим нож за голову. Третье. Поднимаем локоть выше. И четвертое. При броске тянем руку максимально вперед. Смотрите на видео. Я детально показываю эти базовые моменты. пять штыки за голову. Поехали. Третье. Смотрите на sitcom. И еще раз несколько слов о хвате и моменте схода ножа. Это очень важно. Не зажимайте пальцы сильно. При разгоне и самом броске нож из пальцев должен вылететь сам. Не помогайте ему, не разжимайте пальцы. Нож сойдет сам, сделает нужное количество оборотов и воткнется в мишень. Если вы будете пережимать нож, то он получит изначально неправильную траекторию. Также не перенапрягайте руку, иначе нож будет уходить вниз или в стороны. Теперь несколько слов о дистанциях. Нож с классической прямой геометрией делает полный оборот обычно на 2 метрах при правильном классическом броске. 360 градусов. Поэтому первая начальная спортивная дистанция обычно идет 3 метра. 1 метр добавляется за счет того, что мы вытягиваем руку, работаем спиной и ногой. Немножко подворачиваем кистью. Дальше нож в свободном полете на каждых 2 метрах прибавляет по одному полному броску. Еще раз, 360 градусов. Поэтому на 3 метрах нож сделает 1 оборот, на 5 метрах нож сделает 2 оборота, на 7 метрах 3 оборота, на 9 и 4, ну и так далее. На нечетных дистанциях, таких как 2, 4, 6, 8 метров, нам нужно прибавить еще по половине оборота ножа. Соответственно, если вы будете бросать классическим хватом щипковым за рукоять, с нечетных дистанций нож будет приходить клинком в мишень. Если вы будете бросать точно такой же бросок с четных дистанций, 4, 6, 8 метров нож будет втыкаться рукоятью. То есть он будет перекручиваться, ну либо не докручиваться, кто как называет. Главное, что ему будет не хватать еще одного метра на то, чтобы сделать лишние 180 градусов. Поэтому с четных дистанций 4, 6, 8 метров мы метаем хватом за клинок. Для того, чтобы дать возможность ножу сделать еще лишние 180 градусов. На следующем видео я вам это продемонстрирую. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, друзья, это была теория. А теперь переходим к практике. К сожалению, при всей простоте спортивного броска в оборот, он иногда не получается у начинающих. Нож либо перекручивается, либо не докручивается. Ну, в любом случае, он со звоном отскакивает от стенда. И главное, соблюдайте технику безопасности. Не метайте нож очень сильно. Отскоки ножа могут превышать 3, иногда 4, 5 метров. Я хочу дать вам несколько советов, которые помогут вам освоить этот бросок и исправить ошибки. Побороть перекруты, недокруты и ненужные отскоки ножа от стенда. Добиться классического, правильного прямого входа ножа в стенд. Первый совет. Проработайте базовую стойку и правильную работу ног, спины и руки для того, чтобы разогнать и метнуть нож. Этой теме я посвятил отдельное занятие. Видеоурок уже доступен на канале. Называется «Школа метания. Урок номер один. Базовое движение тела». Обязательно посмотрите его. Очень важные моменты уже разобраны в этом видео максимально подробно. И я не могу останавливаться на них в каждом своем следующем уроке. Ссылка на этот урок будет, конечно же, под описанием к этому видео. Второй важный совет. Это попробовать начать с дополнительных предметов. Таких как топор. Метание топора по своей механике похоже на метание ножа. Однако у начинающих метателей легче получается отработать бросок с топором, чем с ножом. А также использовать метательные пластины. По своей механике бросок пластины очень похож на бросок ножа. Теме пластин и топоров я уже посвятил несколько занятий. К топорам мы еще обязательно вернемся. Но под этим уроком я обязательно помещу ссылку на отдельный видео урок метания пластин. Как развить супер бросок. Пожалуйста, обратитесь к нему. Некоторые основные моменты также в нем разобраны. Это базовая стойка, классический замах, разгон и сход метательного предмета с кисти. Все эти моменты очень важны. Третий совет я уже сказал. Для тех, кто слушал, невнимательно повторю. Метайте нож мягче. Расслабьтесь. Начните с дистанции 3 метра. На дистанции 3 метра сила вообще не нужна. Главное правильная техника. Даже дети, школьники, девочки и женщины метают нож с 3 метров без дополнительных каких-то усилий. Здоровый нормальный мужчина должен метать нож с 3 метров очень легко. Дополнительные зажимы в теле, напряжение в руке придут к тому, что нож отскочит от стенда и прилетит прямо к вам. Не делайте этого. Четвертый совет, как уже было показано на видео, тяните руку максимально вперед при броске. Это поможет задать правильную траекторию ножу при броске. Но если все-таки даже после этих советов ваш нож отскакивает со звоном от стенда и упорно не хочет стыкаться, тогда попробуйте найти причину своей ошибки. Обратите внимание, как ведет себя свой нож. Он либо перекручивается, либо не докручивается. Это очень важно. Если ваш нож перекручивается, подойдите на одну ступню, но ровно на одну ступню, больше не нужно. Там хватит буквально сантиметров 15-20, чуть ближе к стенду. Это поможет сократить дистанцию и добиться того, чтобы нож входил в стенд перпендикулярно. При недокруте отступите на одну ступню от дистанции 3 метра. И также добейтесь того, чтобы нож входил в стенд перпендикулярно. Классические спортивные дистанции, это 3, 5, 7 и 9 метров, нужно будет когда-нибудь освоить. Но поначалу, если вы не можете никак воткнуть нож, попробуйте плюс-минус одна ступня нащупать свой бросок. После этого вы с опытом добьетесь того, что подгоните птык ножа, вход классический, в свою дистанцию. Друзья, я уверен, что при определенном упорстве и практике вы освоите этот бросок. По сути, бросок в один оборот с 3 метров является, наверное, одним из самых простых. Главное правильно понять технику и начать ее тренировать. Но если у вас все-таки остались дополнительные вопросы или что-то не получается, напишите свои комментарии к этому видео. Я постараюсь обязательно на них ответить. Конечно же, многооборотная техника метания ножа, она гораздо глубже, интереснее и сложнее, чем те базовые элементы, которые я сегодня показал. С опытом метающий может контролировать количество оборотов с одной и той же дистанции за счет изменения хвата, например, глубины его, за счет подработки кистью, за счет изменения самой техники броска. У меня есть видео на моем канале, где я метаю нож, вот этот нож-вектор с 4 метров и показываю 5 бросков. Без оборота, в пол-оборота, в один оборот, в полтора оборота и в два оборота. И все это я делаю с одной и той же дистанции 4 метра. Ссылка на это видео будет также под описанием к этому уроку. Кому интересно, посмотрите. Но это все более продвинутые техники. Моя задача на сегодня – дать вам основу и показать вам классический бросок в один, в два, в полтора оборота. В следующих уроках мы обязательно продолжим развивать эту тему. Я покажу, как увеличивать дистанцию, покажу, как работать на точность и на силу входа ножа. Но это уже будут более продвинутые техники. Мы не сможем к ним перейти, если вы не освоите саму базу. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить следующие уроки. А в заключение я бы хотел отметить благодарностью настоящего мастера метания Дмитрия Медведя Мельникова. Я покажу, как Дмитрий Мельников метает с 5 метров нож 13 макс в два оборота. При должном упорстве и тренировках, я уверен, и вы скоро достигнете такого результата. А на этом все на сегодня. Спасибо ножу Вектор, который был сегодня моим помощником, для того, чтобы показать все техники метания ножа в оборот. И до следующих встреч. Не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока!